На улице Кирова жарко не по-осеннему. Новый асфальт, горячий, еще только доставлен из завода. К реконструкции дорожного полотна на этом участке строителям ЖФ Абакана приступили в середине июня. И почти все лето они занимались подготовительными работами, выполнив полную замену грунта на песчаногравийную смесь. Глубина выемки составила от 70 сантиметров до 2 метров. Окончательные объемы кураторам еще предстоит подсчитать. Объем работ по реконструкции улицы Кирова в границах от улицы Вяткина до улицы Маршала Жокова действительно очень большой. Здесь мы изменяем в том числе и геометрию дорожного полотна. Если у нас было местами две полосы, в настоящее время дорога будет сейчас состоять из четырех полос. Мы здесь устанавливаем опоры освещения, делаем тротуары. Ну и большой объем замены грунта, потому что этот отрезок славился большой пучиной. Но подрядчик у нас уже на первом отрезке сейчас вышел на черный щебень. Завод, который муниципальный жилищный фонд приобрел в этом году, исправно выдает 160 тонн в час. И, конечно же, здесь подрядчик буквально за час сделал такой большой отрезок. То есть буквально, наверное, за сегодняшний день одна полоса будет сделана в полном объеме. Бордюрное обрамление на этом отрезке улицы Кирова появилось впервые. А так как здесь расположены усадьбы частной застройки, дорожникам пришлось регулярно понижать уровень бортового камня. Для того, чтобы обеспечить жителям подъезды к домам. Это в своем роде компенсация за то, что дорога в течение лета была частично закрыта для автотранспорта. По улице Кирова, да, действительно ограничение движения мы вводим. Но здесь никаких проблем нет. Здесь по всем улицам можно сделать объезд. И вот никаких сложностей, ну, например, как по улице Пушкина или как по улице Пирятинская здесь я не вижу. Потому что там и что Пушкина, что Пирятинская, это магистральная улица. Особенно улица Пушкина, но и объездные пути найти в крайней степени сложно. С улицей Кирова в этом плане особых проблем нету. Можно будет объехать и по Чертыгашево, ну, и по другим параллельным улицам, как, например, по Тельману. Напомним, с 11 сентября строители полностью закроют для проезда автотранспорта перекресток улиц Кирова и Тараса Шевченко. Вплоть до завершения ремонтных работ. Которые осложняются наличием здесь памятника историко-культурного наследия. Продолжение следует...